еще раз здравствуйте связав мушку в стиле мистик дежура ссылку на видео смотрите в описании к данной мушке я решил связать мушку используя две сильно отстоящих друг от друга техники использования пера cdc в основе своей похожей обе эти техники используют цельное перо cdc и формирование элементов мушки происходит вращением пера cdc вокруг цевья то есть это техника которая использовалась при вязании мушек в двадцатые годы двадцатого века мушек типа мушек из юры мистик дежура или мушек из валороб и мою любимую технику вязание тела ножек и крыла мушки под названием cdc and elk которую придумал нидерландский голландский вязальщик ханс велиман и так крючок у нас закреплен закрепим нить нить на цевье крючка нить у него 70 флирусцентно-оранжевого цвета возьмем перо отборное перо вопси цвет да это вот так ну такой немножко блондинистый закрепляем перо cdc как всегда делаем здесь небольшой узелок финишный промежуточный и вращая перо cdc вокруг цевья сформируем стандартный набор элементов мушки в стиле cdc and elk свободные бородки отводим назад вот если скажем вращать перо cdc в ручном режиме у вас меньше шансов 100 что перо сломается а больше что она останется цел мотать я считаю можно в данном случае достаточно далеко к ушку и потом просто вернемся а наличие бородок и самого пера снова пера оно повысит плавучесть мушки и так остаток пера закрепляем кончик пера излишки пера обрезаем и возвращаемся назад туда где у нас будет формироваться основание хаку еще раз я использую креплю перо за cdc в основании пера а не за вершинку так что мне кажется в таком случае формируется такое сходящаяся на конус головки нужно было покороче отрезать кончик пера cdc так теперь закрепляем перо держатель перо в перо держателе и начинаем наматывать намотали закрепляем кончик пера монтажной нитью формируем головку заканчиваем формированием головки финишным уздом теперь отводим коричневые бородки пера собираем их и отводим вперед берем ножницы и обрезаем кончики у нас формируется прекрасный хакал из пера cdc так как при вязании данной мушки я использовал две достаточно крайних по времени технологии я решил называть мушки в этом стиле надеюсь никого не обижу либо вариант есть лед и пламень ice and fire или вернувшись к знаменитому кино сериалу сериалу телесериалу или известной книги песни льда и пламени и санков ice and fire ну а так как именно данные мушки я использовал цвет такой блондинистого тела и махагони браун хакал я решил дать название конкретному варианту этой мушки дать имя серсея кто смотрел кто читал тот знает надеюсь что эта мушка оправдает свое название летом и будет столь же смертоносно как серсея на этом заканчиваю вариант данной мушки чуть позже если это будет интересно можно будет для закрепления навыков это всего лишь моя третья мушка в таком стиле для закрепления навыков и как скажем показа вариантов сочетания цветов которые у меня скажем зародились я бы связал еще две мушки и обе мушки имеют женские имена из песни да и плавени это мушка санса мушка санса деймерис и мушка деймерис желающие под данным видео могут написать свои комментарии и сделать предположение какой же будет например мушка деймерис поэтому даю вам время посмотреть видео и написать свой комментарий предположение в каких цветовых сочетаниях будут мушки санса и деймерис спасибо за внимание до свидания до свидания Продолжение следует...